Дорогие мои друзья, я приветствую вас на канале вязания и я, меня зовут Юлия. Вроде еще до нового года далеко, а я получила два мешка счастья в подарок от моих дорогих подруг вязальных. Это подарок от Оли Эйппингер, которая постоянно присылает мне очень много вкусняшек, скажем так, для поднятия настроения, для работы. Оленька, огромное тебе спасибо! Я еще не знаю, что там посылка закрытая, мы будем с вами сейчас вместе открывать и вместе смотреть. Я хочу разделить с вами эту радость. Вы опять, девчата, делаете мне праздник. Спасибо вам огромное, дай бог здоровья вам, вашим семьям и всех-всех земных благ. А второй подарок я получила от своей зрительницы Оксаны Филоненко, которая недавно присылала мне куст лаванды. Да, вы понимаете, о ком идет речь. И вот девчата не оставляют меня без внимания и присылают свои замечательные подарки. Ну что, посмотрим, что же там внутри. Буду шуршать. Первое, что попадается мне в руки, вы представляете, огромное количество пряжи, два артикула. Один из них мой любимейший, Cotton Gold, красивейший цвет. Кто не знает, это полухлопок, замечательный полухлопок. Я его люблю и обожаю просто. И волшебный цвет, да, зеленый. Я всегда думала, что зеленый цвет мне не идет. Оказалось, все наоборот. Так, здесь в 100 граммах 330 метров. Калор, кого интересует, 485. А у меня есть такая пряжа, немного другого оттенка, которая осталась. У меня один, наверное, моточек. По-моему, да, по-моему, один моточек у меня остался от моего проекта Эльф. Мне Оля прислала три мотка вот этой вот пряжи. Значит, можно смиксовать, объединить и сваять какой-нибудь еще один полосатик. Это очень здорово. Или же Славка у меня, может быть, отожмет. Все может быть. На Славу три мотка вполне должно хватить 990 метров на какой-нибудь джемперочек или пулловер. Вообще без проблем. Хотя, а ему этот цвет тоже будет очень хорошо. В общем, подумаем, что это будет. Фантазия сразу играет, сразу работает. Супер! Это вдохновение. Где взять вдохновение? Просто можно найти вдохновение в пряже и его море. Оно накатывает. Так, ой, так, следующая. Это пихорка элитная. Я такой пряжи никогда не работала. Очень много о ней слышала. Это 415 метров в 50 граммах. Тонюсенькая, представляете? На подмод. Или в два сложения. Цвет вообще просто обалденный цвет. Я бы, наверное, сказала зеленое яблоко. Да? Семиренка. Передается отлично в камеру. Но лаймом я его назвать не могу. Нет, все-таки не лайм. В лайме больше, наверное, зелени. Смотрите, какой шикарный оттенок. Так, метраж сказала. Это 100% шерсть. Ну, вполне возможно, что колкость небольшая будет. Вот так вот руками не ощущается. Ну, мягкая. Даже если и будет что-то колоть, меня это совершенно не будет пугать. Но вообще так пока не ощущается колкость. Совершенно. Ну, вот к этой пряже я вижу подмод мохера. Причем подмод мохера тоже в зеленых оттенках. Даже, я бы сказала, вот в таких оттенках. Как, например, мне присылала в подарок Алена Абель. И я вязала свой жакет золотая олива. Вот примерно с таким цветом. Если соединить с ниточкой мохера, это будет просто восторг. Это будет легкий меланж, пушок. Это будет супер. Надо будет подумать в этом направлении. И это будет классно. Только вот не знаю, если добавлять мохер, наверное, я вязала бы в одну нить с нитью мохера. А если отдельно, вот допустим, вот это. Здесь у меня 2, 4, 6 мотков. Это в 2 нити полноценное изделие. Однозначно. Вот, мне хватит. Вполне. Но это цвет, конечно, потрясающий. Просто, да? Приятный такой. Освежающий, я бы сказала. Оль, спасибо большое. Очень люблю шерсть стопроцентную. Очень люблю. Приятная. Приятная на ощупь. Ну, посмотрим, как будет в работе. Ничего не могу сказать. Если вы работали такой пряжей, напишите, пожалуйста, свои отзывы. Мне очень интересно. Пихорка элитная. Цвет. Я вам не сказала цвет, мои дорогие. Вы же потом будете все равно писать и спрашивать. Давайте я сейчас этикеточку сниму. Попробую найти цвет, которого здесь нет. Рекомендуемые спицы 2-2,5. А цвета нет. Поэтому ничего не могу вам сказать по поводу оттенка. Не знаю. Так, давайте дальше. Ой, ой. Ой, тут что-то такое... Тут что-то классное, друзья. Бобина. Бобина, бобина, бобина. Развяжу пакет. Оля все очень тщательно упаковала. Оль, ты продолжаешь меня баловать. Боже, какой красивый цвет. Он и не красный, он и не фуксия. Что-то такое между. Ну, в принципе, на камеру, может быть, только что чуть ярче передается. Это что-то. Я все нюхаю. Я все нюхаю, как собака. Так, состав. 20% кашемир, 60% хлопок, 20% вискоза. 600 метров в 100 граммах. Здесь 420 грамм. То есть, в два сложения. Но ниточка тоненькая. Она смотана из четырех тонюсеньких нитей. Тоненькая, тоненькая. Ничего не могу сказать по этой пряже. Она мягкая. Хлопок ощущается очень хорошо. Хотя 60% хлопок ощущается очень хорошо. Вискоза не ощущается совершенно. Будем пробовать однозначно. Это классно. Это что-то классное. Супер. Оль, спасибо огромное. Правда, мысли роятся, роятся. Дальше. Мои любимые оттенки. Мои любимые оттенки. Шуршук. Так. Ай-ай-ай. Альпака перуана. От сиам. Да, от сиам. Я очень много смотрела на эту пряжу. На самом деле. Она имеет хорошее... Как только возьму, пушок к носу попадает. Нос начинает чесаться. Прям пушок на ней очень-очень замечательно виден. Так. Оля тут что-то начинала пробовать. Какой-то образец. Колючая. Колкость однозначно есть. Однозначно. Но не сильно выраженная. Так. Оля тут начинала вязать небольшой образец. Вот. Не знаю, каким номером, что, как. В одну нить Оля вязала. Ну, знаете, я вам скажу, в одну нить и прекрасное даже очень полотно может получиться. Так. А что здесь? Значит, цвет. Давайте сразу цвет. 29-15. Значит, состав. 100% перуанская альпака. Вес 50 грамм. Длина 167 метров. Ну, это мой любимый метраж. Здесь на троечку. Спицы рекомендованы от 2,5 до 3,5. Вот я бы ее на троечке и попробовала. 2,4,6 маточков. Ну, колкость будет. 100% будет. Она даже в руках немножечко ощущается, колкость. Но у меня кожа не чувствительная сильно. А вот для чувствительной кожи, наверное, будет колоть. Ну, а цвет? А цвет просто... Оль, мои любимые оттенки. Спасибо тебе огромное. Класс. Дальше, дальше, дальше. Я достаю что-то. Это ангура. Мастер упаковок, это Оля. Так. Так, ангура файн. Кто смотрел мое предыдущее видео, где я напланировала там себе очень много проектов. Один из них из вот этой вот ангуры в трех цветах. Там у меня цвета, значит, были петрольный, синий и красный. Тоже присылала Оля мне. И она мне написала Юль, ты пока не начинай. У меня есть несколько клубочков белого и голубого. Я тебе вышлю. Тебе будет больше возможностей для микса. Ну, вы понимаете, да? Три, шесть мотков белого. Но это даже не белый. Он не чисто белый. Он такой кремовый подтон имеет. И один голубой. Ой, ну это класс. Это вообще класс. Оль, теперь у меня все вообще. Мозги взорвутся. Там вроде по полочкам разложила три цвета. Теперь еще плюс два добавилось. Какая же она классная. Вот не колется совершенно. Кто не видел, сразу рассказываю. Ангура Файн от Сиам. 50% в составе махир, 50 нейлон, 50 грамм, 50 грамм, 300 метров. Цвет это молочный. А здесь цвет вот он. Это голубой. Ну, теперь все. У меня мозги точно взорвутся. Представляете? Класс. Оль, спасибо тебе огромное. Кто ищет пушистика, который не колется, вот, рекомендую. Мне очень нравится. Одна женщина мне написала, когда я показывала планы свои, написала, что вязала крючком супер, а в спицах с подмотом другой нити, не знаю какой, не понравилась. Я даже в этом не сомневаюсь, что вам не понравилось, потому что это самодостаточная пряжа, которой подмот не нужен. Ее вязать можно на достаточно большом номере спиц, хотя производитель рекомендует здесь спицы 2-3, но я бы работала не менее, наверное, чем 3,5, а то может быть и 4, чтобы получить вот эту вот воздушность полотна. Ну, 3,5 точно. Тем более, если я планирую вязать крючок плюс спицы, то, ну да, должна быть рыхлость в изделии. Если крючок взять маленького номера, тогда точно забьется полотно и не будет этой воздушности. не знаю, мне очень нравится и я такую нить 100% ни с чем бы не подматывала. У нее и метраж хороший 300 метров в 50 граммах, всего 600 метров на 100 грамм. Это очень мало. Я вяжу махерами, которые на шелке 220 метров в 25 граммах, поэтому больше 1000 метров в 100 граммах я вяжу в одну нить, а здесь 600 метров в 100 граммах. Это однозначно самодостаточная пряжа. Я бы ее точно не миксовала ни с чем. А вот крючком не пробовала ни разу. Ну, посмотрим. Пряжа без права на ошибку, потому что распустить потом это будет на грани фантастики, еще не повредив при этом структуру ниточки и этот пушочек. Все нюхаю. Все нюхаю. Спасибо большое. Ну, это класс. Это класс. Молочный так вообще 6 мотков это полноценное. Мне даже жалко будет его миксовать куда-то. Это полноценное однозначное изделие. Да и это 5 мотков тоже. Ой, ну цвета вообще просто фантастические. Просто фантастические. Класс. Спасибо, Оль. Едем дальше. Так, что-то интересное. Ага. Пихорка стрейчевая, друзья. Пихорка стрейчевая. Значит, 95% вискоза и 5% лайкра. Я вязала стрейчевая от Камтекс когда-то давным-давно себе купальник. Но это совершенно другая пряжа. Камтекс был хлопок, а здесь вискоза в основе. Уж как будет вести себя в изделии, не знаю. Друзья мои, пишите, кто работал с этим артикулом. Пихорка стрейчевая. Пожалуйста, поделитесь своими отзывами о ней. Здесь 50 грамм 250 метров в одном моточке. Оля мне прислала 5 мотков. Цвет такой светло-светло-бежевый. Хорошо передается на камеру. Вот даже прям не знаю. Спицы рекомендованы номер 3. Она мягкая, она такая приятная, хорошая. Так, 5 моточков 250. Это полноценная. Это полноценная плечевая. Я бы, может быть, что-то даже летнее попробовала. Может быть, какую-то... Эх, была бы я миниатюрная, стройненькая. Я бы себе забахала американку под горлышко. Была бы классно. Но я чего-нибудь подумаю. Так. О, так тут еще пикорка стрейчевая. Ничего себе! Ой, ты мне двух оттенков прислала. Так, а тут я вам не сказала цвет. А его, наверное, тут и нет. Этого цвета. Все как всегда. Нет, цвет не указан. И вот такой на камеру передает красным. Это не красный цвет. Это яркий терракот. Это же может быть и полосатик какой-нибудь классный. А может быть и не полосатик, а может быть что-то двухцветный жаккард, например. Это может быть какая-нибудь крутецкая водолазочка. Пять тоже. Пять мотков. Да, пять? Да, тоже пять мотков. Вы представляете, если это соединить? Это будет супер. Водолазка. Ой, какая она мягкая, какая она приятная. Вообще потрясающе. И красиво сочетаются вот эти два оттенка. Прям красиво. Но все-таки передает красным. Такие оттенки очень сложно передавать. Нет, на самом деле совсем не красный. И очень красивое сочетание двух оттенков. Сразу и бежевый таким благородным становится. Супер. Вообще класс. Оля, я не знаю, как тебя благодарить. Это потрясающе. Новые абсолютно для меня артикулы. Абсолютно новые. Буду пробовать. Так, дальше, друзья, поехали. Пол дивана завалили. Нормально. Ааа, вижу, 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 мою любимую. Ой, ой, ой. Так, лючия. Лючия. Это вискоза 96% ляцель и 4% нейлон. У меня связано из этой пряжи платье кармен. Сыну я вязала из этой пряжи водолазку погон. Мне она очень-очень нравится. И в эксплуатации опять какой цвет, а. Класс. Очень красивый. олива. Олива настоящая. Супер. И у меня их тут 2, 4, 6, 7 мотков. 350 грамм. Как раз с лавки на водолазку ушло 350 грамм. А у меня есть в остатках по-моему черный цвет и коричневый еще. И если вязать на себя тоже какую-нибудь водолазочку, это может быть в принципе не водолазка, это может быть абсолютно летний топ какой-нибудь классный. Может запросто. Или какая-нибудь маечка под пиджак. Почему нет? Или сочетать и с коричневым он будет хорошо сочетаться и с черным и связать себе водолазку, которая будет стройней. Вот это да. я все хочу и сразу. Я хочу все и сразу. Оленька, я тебя от всей души искренне благодарю. Здесь еще что-то есть. Оригинальные носочки, книжечка. Я такую книжечку дарила Викуле канал Вика вяжет, когда приезжала к ней в гости. Здесь очень интересная техника в стиле свинг. Носки. Я когда покупала Вике на подарок эту книжку, я так бегло просматривала, но не разбиралась окончательно, да, как кажется. Очень-очень интересная техника. Вот если отучиться ей, я думаю, что можно творить вообще что-то интересное. Кстати, я не знаю, на ютубе есть мастер-классы по технике свинг или нет. Интересно, очень интересно. надо будет... Класс! Вообще трэш полный, представляете, такие настроения будут поднимать сто процентов. Слушайте, я прям заинтересовалась, надо будет попробовать эту технику. Почему нет? Правда? Гляньте, какая красота! Смотрите. Ой, вообще класс! Посмотрите. Ну, это супер! Не только на женщин, но и на мужчин. Здорово! Игра красок, Это вот очень много пряжи сейчас носочной, которая секционная. Вот, представляете, применить секционку вот в эту технику? Гляньте, какая красота получается! Вообще! Посмотрите, чудеса! Ну, а почему... И на деток! И на деток тоже, да? Ну, а почему бы и не попробовать? Ведь мы не стоим на месте, надо развиваться. Оль, большое спасибо! Огромное спасибо! От всей души благодарю тебя! Ты моя волшебная просто фея! Ты меня задарила великолепной пряжей! Мне теперь скучать вообще некогда! У меня все! У меня поехали мысли в голове! Я хочу все и сразу! И почему-то я хочу водолазку! Ты понимаешь, что ты творишь со мной? Спасибо тебе, дорогая моя! Девочки, кто не знает Олю, я оставлю ссылку на странице Оли в инстаграм! Прекрасная мастерица! Замечательно вяжет, а валяет это вообще! Это просто шедевры! Это просто шедевры! Проходите, знакомьтесь, вдохновляйтесь! Очень хороший, отзывчивый человек! Не только как мастер, да? И такие фотографии красивые в ленте! И Оля фотографирует и природу, да? Где она отдыхает! Ну, есть! Для вдохновения это просто великолепная страница! Оставлю обязательно ссылочку на страницу инстаграм Оли! Проходите, знакомьтесь! А мы продолжаем дальше открывать посылки! Ой, ой, ой! Оксаночка! Что-то тут тяжелое! Вот посылки, коробки делают так, что их не откроешь! Так! Вот так! Вот так! Сладости! Сладости! Сейчас будем рассматривать! Вот Славка-то обрадуется, Оксана! Вот Славка-то обрадуется! Спасибо огромное! Дорогая наша! Ой, посмотрите! Это имбирные печенья, да? Пряник заварной имбирный, ага! Я никогда не пробовала имбирные пряники, если честно! Надо будет попробовать! Такие яркие, такие красочные, такие красивые! Спасибо большое, дорогая Оксана! Спасибо! Так, а тут? Оооо, кофе! Это для меня! Кофе арабика молотый! Я очень люблю кофе! Я кофеман страшный! Я выпиваю очень много кофе в день! Очень много! И я чай когда-то, когда-то могу попить травяной или зеленый, а кофе я обожаю! Французская обжарка, голландский помол. Аташе. Обязательно попробую. Оксан, огромное-огромное спасибо. Огромное спасибо от всей души. Дальше. Ой! Ой! Тут что-то интересное, друзья. Сейчас открою. Я думаю, откуда идет аромат лаванды? Откуда он идет? Оксаночка, да не может быть, моя дорогая. Мешочек. И все. И Юля выпала в осадок. Лаванда. Лаванда. Аромат лаванды. Класс. Оксана, огромное спасибо. Вот это сейчас отправится в мой шкаф. С моей вязаной одеждой. Я обожаю этот аромат. Ай, какая красота. Под подушку бы положила с удовольствием. Так муж, аллергик, нельзя. Нельзя. Спасибо большое. Продолжаются сладости. Казинаки для моих деток. Это оба любят. Спасибо огромное. А что это? Набор зажимов для пакетов. О, это класс. Это пригодится нам для второго канала. Быстрая и надежная упаковка пакетов с жидкими или сыпучими продуктами. Супер. Это особенно для круп, для всего. Оксан, это очень важная и очень нужная в хозяйстве вещь. Спасибо большое. А тут, бог ты мой, приправ целая гора. Это для второго канала, да, Оксаночка? Спасибо большое. Смесь перцев. Это всегда необходимо. Всегда большое спасибо. Карри. Наша любимая карри. Спасибо. Куркума. Куда же без нее? Это же и вкус, и цвет, и польза. Спасибо. Паприка. Тоже очень люблю. И буквально сегодня собираюсь приготовить блюдо с паприкой. И еще одна карри. Оксана. Огромное от души человеческое спасибо. Это просто что-то с чем-то. Девчата, вы меня задарили, вы меня балуете. Просто супер. Но это еще не все. Ух ты. Тут огромное количество журналов. Диана узоры. Ой, как здорово. Ой, Оксан, спасибо большое. Это я вообще люблю. Вязание ваше хобби. Не могу пролистывать. Запрещено ютубом. Иначе, иначе будет беда. Вязание для полных. Кстати, буквально вчера я где-то видела, не помню, где, по-моему, в инстаграм вот эту модель. Очень классная модель. Полосочки, красота. Вот почему такая несправедливость? Взяли и запретили даже те же обзоры журналов. Вот тут неправильно. А ведь для вдохновения здесь столько много всего. Простая абсолютно модель, но как она красиво играет, оттенки, да? Сама модель, которая подойдет любой пышной барышне. Ну, это же супер. Ну, почему вот такая вот несправедливость? Дальше вяжем крючком жакеты, модные образы. Еще вяжем крючком. Посмотрите, какие варежки связанные крючком. Ну, интересно как. Для вдохновения это просто что-то. Сабрина, вязание крючком. Вяжем крючком праздничные модели. Ну, надо же, а? Ой, красивые какие платья здесь. Многие мне известные модели. Ой, спасибо огромное. Сузанна. Старенький журнал шестого года. Класс. Я их пролистаю потом. Дальше. Вязание крючком. Вот по такому журналу была связана... Не именно поэтому, а журнал вязания крючком была связана моя первая работа крючком. Хорошо даны схемы в этих журналах. Так, дальше. Вязание крючком. 2003 год. Вот. Разные модели. Скатерти в том числе. Кстати, мне надо скатерть связать. Мне надо все связать, когда только мне все это успеть. А вот соединение ткани и крючка на скатерти. Это вообще бомба. Класс. Как сделаю новую кухню, так, наверное, я посвяжусь и без скатерти. Так, ажурное вязание. Вязание ваше хобби. О, сколько много. Вяжем крючком. Вот эта модель была также в журнале МОД. Здесь очень много знакомых моделей. Очень много. Верена. Восемнадцатый год. Верена тоже хороший журнал. Часто допускаются ошибки в описаниях, в схемах. Но, тем не менее, журнал замечательный. Еще одна Верена. Девятнадцатый год. У меня, кстати, нет такого номера. Класс. Сорок одна эксклюзивная модель. Деловые будни. Модный трикотаж для работы. Ну что. Очень-очень хорошо. Спасибо. И еще одна вязание ваше хобби. О, тоже я где-то в эти модели буквально видела на днях. Вот это платье сарафан. Я видела тоже на днях где-то в какой-то сети. А еще Оксана прислала магнитик своего города. Приморско-Ахтарск. Очень приятно. У меня на холодильнике уже собирается коллекция с разных-разных городов. Этот магнит всегда будет напоминать мне о вас. О, девчонки мои дорогие. Спасибо вам огромное. Вы сделали мне вдохновение на долгое время вперед. Большое-большое спасибо. Искренне, от души. Дорогие мои друзья. Если для вас какая-то знакомая пряжа, с которой я показывала, и вы работали, имейте опыт и знаете, как эта пряжа ведет себя после ВТО, я буду вам признательна, если вы поделитесь своими отзывами о какой-либо пряже. Спасибо огромное, что просмотрели со мной, разделили со мной радость. Я вас всех люблю, целую. Девчонки, которые прислали подарки, огромная-огромная благодарность. Дай Бог вам всего самого-самого наилучшего в жизни. А главное, не болейте. Здоровья вам крепкого-крепкого, вам и вашим семьям. А мы с вами встретимся в следующем ролике. Продолжение следует...